Я работаю в НГУ, в Институте нефтегазовой и геологии и физики и в НГТУ. Я, пожалуй, единственный, кто, мне кажется, без медицинского образования здесь. Но представляю, получается, прибор по экспресс-диагностике. Чуть-чуть немножко подробнее. Зачем я вообще занимаюсь? Я занимаюсь непосредственно тем, что на протяжении, наверное, чуть больше 10 лет мы разрабатываем методику для определения устойчивости зданий и инженерных сооружений. В настоящее время мы можем проверить такие объекты, как мосты, автомагистрали, газодобывающие скважины. То есть мы можем найти в любом предмете любую аномалию практически, то есть там, где гайка не подкручена и так далее. Один из параметров, который мы смотрим в этих объектах, это добротность. По сути, мы решили эту же методику применить и для определения плотности костной ткани. То есть мы вместо объектов, например, моста и горных пород решили применить на предмет определения плотности костной ткани. Вот. Сначала коротко скажу, что такое остеопороз. Остеопороз – это полезен, как правило, без симптомов. Вот. Собственно, вот четвертый способ, который можно будет мерить. Значит, чего мы в настоящий момент достигли? Мы разработали работающий прототип, который я сейчас чуть-чуть позже покажу в видео, как работает, для измерения плотности костной ткани. Также разработали прототип программного обеспечения. До того, как у нас были коронавирусные ограничения, я успел просмотреть 535 человек в возрасте от 50 до 70 лет. И совместно с клиникой лимфологии мы просмотрели 35 человек в возрасте от 50 до 70 лет, чтобы проверить, насколько точен мой метод. То есть получается резонансный метод с другим методом, с методом ДЕКСа. Оказалось, что расхождение составляет не более чем 0,5% между методом ДЕКСа. То есть этого метода с методом ДЕКСа. Вот. И вот, собственно, как видео, как это работает. То есть вот у нас есть ультразвуковой датчик. Мы его оставляем на периферическую кость, на периферический скелет. Можно обратить внимание, что у нас практически мгновенно возникают резонансные пики. То есть мы их накапливаем. Вот. По резонансным пикам мы определяем добротность. Добротность это из определений. То есть определение из физики, это отношение частоты резонансного пика к ширине пика. Здесь чуть-чуть более подробно, на каких местах мы мерили на людях. Значит, здесь показана экспериментальная установка. Она же была вот на предыдущем слайде. То есть у нас что представляет из себя экспериментальная установка? Это пьезокерамический датчик поршневого типа. С определенной, так сказать, фишкой, про которую сейчас не могу сказать. Затем осциллограф и персональный компьютер, на котором все автоматически уже обрабатывается. Значит, датчик устанавливается на периферические кости. И помимо тех костей, то есть тех мест установки, где он ставится, то есть еще так же ставится он на позвонках с L1 по L4. Мы записываем, по сути, акустический шум, который существует в нашем организме. Затем его преобразуем, делаем преобразование фурии, получаем когерентные пики. И вот, собственно, по этим когерентным пикам мы можем говорить, кости хорошие или не очень хорошие. Вот, теперь сравнение, собственно, нашего метода, который мы разработали, с существующими методами. То есть, конечно же, я не скажу, что наш метод лучше, чем, например, рентгеновский МРТ. Этого я не могу сказать. То есть у нас, скорее, как скринговый метод. Его, скорее, можно сравнить как с ультразвуковым методом, но с расширенными возможностями. Вот, в нашем методе, значит, во-первых, в отличие от других трех методов, у нас ничего не излучается. Мы принимаем только сигнал. То есть, мы принимаем только акустические шумы, которые существуют, микрошумы в нашем организме. И обрабатываем их. Вот, время получения результата для одного человека составляет, как правило, не более 60 секунд. То есть, чтобы померить все точки, которые я показывал выше, нам необходимо примерно 60 секунд. Также обработка данных практически идет сейчас автоматически. То есть, если доработать до конца, то как раз вот результат будет через 60 секунд. Мы можем мерить позвонки, в отличие, например, от ультразвука. Шеки у бедра мы не можем мерить, потому что нам необходимо выставлять датчик непосредственно на периферическую часть кости. И в дальнейшем мы хотим этот прибор сделать более портативным, мобильным, чтобы он был более доступен для всех. Ну и продолжить исследование в дальнейшем. К сожалению, исследования у нас остановились. Это было в 2019 году, в конце года, когда пошли ограничения, связанные с коронавирусом. Вот. Планируется, что мы разработаем портативный прибор. И в дальнейшем хотелось бы, чтобы в этом приборе можно было задавать рост вес, пол. Соответственно, затем измеряется в определенных точках плотность кости. И затем, собственно, прибор говорил, норма это или не норма. То есть, в наших планах мы хотим создать портативный прибор. Такой же популярный, как, например, градусник или барометр, или термометр. Здесь наша команда. В принципе, все. Я готов ответить на вопросы. Друзья, да, я благодарю вас за выступление. Вопросы поступают, но, к сожалению, мы во время не ограничены. Мы вам лично пришлем, потому что всех интересует, кому вы предоставите использование вашего оборудования. Ну, нам его сейчас нужно по-хорошему доделать. Сейчас это представляет из себя, как говорится, нетранспортабельный прибор. Мы хотим сделать его, по сути, написать по-хорошему приложению на телефоне, чтобы можно было подключать его к этому прибору и, соответственно, мерить. Ну, отлично. Ну и планируется, как я показывал, что этот прибор будет с гораздо широким выбором, больше выбора, чем при ультразвуке. Ну, естественно, то есть это скрининговый метод. То есть, естественно, что в дальнейшем, то есть если что-то будет выявлено, то надо будет посылать человека на МРТ или, то есть на рентген или МРТ. Понятно. Это отличные сибирские разработки, поэтому думаем, что к следующей конференции вы придумаете что-то новое, уже создадите приложение в телефоне, да, как вы планируете. Ну, надеемся, сделаем. И мы услышим, да, именно в этом направлении, как развивается ваш проект. Спасибо большое. До следующих встреч. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.